Добрый вечер, дорогие товарищи! Поздравляю вас с началом учебного года в Университете рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии. Напоминаю, что занятия проводятся у нас очно каждый четверг в 19.00 в этом замечательном помещении, которое нам предоставляет РКРП. Видеозаписи лекции размещаются на сайтах, на видеоканале Фонда Рабочей Академии. План занятий опубликован на сайте Фонда Рабочей Академии Московской отделения, вы можете ознакомиться. И также звонить по указанным телефонам. Традиционно первое занятие у нас проводит доктор философских наук профессор Михаил Васильевич Паков. Тема лекции – организация забастовки. Здравствуйте, товарищи! Эта тема у нас, можно сказать, не новая, в смысле того, что вопрос организации забастовок о том, как это сделать, для чего они нужны, у нас все время обсуждался, так или иначе. Ну и на сегодняшний день мы имеем еще и соответствующую литературу. В свое время была издана книга «Введение трудового спора» для заключения коллективного договора соглашения. Наше с Константином Васильевичем Федотовым, с которым мы вместе подготовили в свое время проект Трудового кодекса России, который получил 189 голосов депутатов Госдумы. Занял второе место после проекта «Слизкий», а тот был компромиссный, а правительственный пролетел, Московская городская дума пролетел, Яблочный пролетел, профсоюзный 6, нет, 8, тоже пролетел. А наш вот проект получил 189. Ну, по иронии судьбы, те, кто издавали второй раз, уже написали тут нам не 189, а 111 или 121, да, так что я вот исправляю на 189. КПРФ, который мы критикуем, РКРП их критикует, РПР критикует, они, еще когда у нас был последний такой съезд, посвященный, так сказать, трудовому кодексу, там, подготовке к рассмотрению в Думе, организации митинга перед Думой и так далее. Вот представитель КПРФ, Серегин по рабочему движению, Серегин сказал, что мы свой проект не выдвигаем, у нас есть предложение, вот, а мы ни за какой проект голосовать не будем. Ну, поскольку вопрос там встал, либо правительственный, либо фонда рабочей академии, с которым выступал депутат Шейн, вот, вдруг все члены фрации КПРФ проголосовали, да, это наш проект. Это, во-первых, во-вторых, у него проголосовал еще один представитель Единой России, что-то чудеса бывают. Вот, так что, были большие битвы, они, эти битвы были за то, чтобы был кодекс такой, который позволял бы действовать на предприятие, и опираясь вот на этот трудовой кодекс, вот, мы сделали такую книгу, в которой мы ссылались на соответствующие статьи. Книга эта написана Константином Васильевичем Федотовым, и мною, Константин Васильевич Федотов, он экономист закончил, экономическое отделение в Лесотехнической Академии, а потом юрист. Я у него был руководитель в Институте повышения квалификации, он там на юридическом, у нас была кафедра экономики и права, и вот он там получил. Мы с ним сделали этот проект, и на этот проект выступали все профсоюзы, и вот он получил вот такое значение. И поскольку, так сказать, правительственный вообще пропал, так сказать, его, так сказать, забили в этом обсуждении, то для того, чтобы удержаться на плаву, пришлось много из нашего проекта взять, поэтому кодекс, который некоторые хотят, вот КПРФ сейчас опять порывается, сделать новый кодекс, заодно уже успеть выбросить то, что там есть хорошее. Вот, например, хорошее есть в этом кодексе уже после его принятия, что если вам не выплачивают заработную плату, вы можете, больше 15 дней, вы можете приостановить работу, приостановить, не остановить, не хутать, остановить, как вы можете остановить? Нет, мы работу не останавливаем, а приостанавливаем. До чего? До выплаты зарплаты. Через минуту принесете, через минуту продолжает. Через 10 дней принесете, и через 10 дней продолжает. На рабочем месте могу не находиться, но мы не советуем. Почему? Потому что на рабочем месте вы контролируете, вы все присутствовали, все знаете, вас ни в чем не обвинят. А работодателю, если ему хочется, и у вас получается своего рода такая запасовка на рабочем месте, причем запасовка даже единичная, одиночная, ничего не нужно, никакого, ни коллектива, ни процедуры, ничего. Единственное, что вы должны написать заявление, что в связи с тем, что я не получаю заработную плату, я приостанавливаю, не останавливаю, приостанавливаю свою работу до получения. Это значит, вот после обеда привезут, хорошо, я сразу тут, я уже одет и уже сижу, но могу и переодеться, и так далее. Ну, до вечера досидел, завтра, послезавтра, а что я должен читать? Могу читать все, что хочу, то есть могу читать техническую документацию, вопросы охраны труда, техники, безопасности, изучить трудовой кодекс, доблеска, и так далее. Все я могу делать. Вот эти дорогие наши, так сказать, сотоварищи, я имею в виду КПРФ, они вот этот новый затеяли, первый результат, который может быть из этого, если меня будут толкать, что они вот это все выбросят. Мы уже знаем их хорошо. И еще, когда первый вариант был нашего проекта трудового форуса, там было три КПРФ-ника, один представитель РКРП. Вот как раз отсюда. И эти самые, так сказать, товарищи, вот когда они куда-то пропали, оказалось, что они не довели даже до Совета Думы. И поэтому он вроде как был внесен, но как-то так он как бы и подписан, и никто его не рассматривал. А уже когда пришел такой пламенный Авлиане, Тимур Рас Георгиевич, он, значит, вот там развернулся, и уже остановить было нельзя. Но за то, что выборы Авлиане на новый срок не состоялись. Поэтому депутат Шейн в трех Думах проходил этот Родовой кодекс. Поэтому нам всем надо следить, чтобы нам не обрушили то, что на чем, в том числе и базируются те права, о которых я сегодня буду говорить. Но поскольку была написана нами с виду вот такая книга «Введение трудового спора за заключение коллективного договора соглашения», и вот я сюда, вот уже товарищ, принял четыре лимбара. Это я, Сергей Сергеевич, вам тоже передам по окончании. Вот, значит, можно этим руководствоваться, потому что она построена так. Здесь все необходимые документы, на чем останавливаются люди при организации вбастовки. На это надо сделать это. Вот, например, документы для заключения коллективного договора. Тут раз, два, три, четыре. Начинается действие по регулированию коллективного договора спора. Вот я вам так открываю, и видно. Это все перечисления, какие документы должны быть. И все они тут даны. И вот они, да. Действия работников и их представителей на этапе, связанном с возможным продолжением коллективного договора, это еще вот такие документы. Ну, поскольку Федотов был начальником консалтинга правового отдела в правкоме Доткова, первого контейнерного терминала, а я был консультантом этого же самого профсоюзного комитета, и сейчас являюсь консультантом. И, так сказать, это все тут, все в действии. Все это то, на основании чего они делали забастовки. Забастовки у них были полутора годовые. Полутора годовые. В том числе, однажды мы приехали к Бужину и предложили ему написать по этому поводу статью. И он написал очень хорошую статью, и газета ее опубликовала. Вот. Правда. Вот. И это, конечно, имело бы большой результат. Но зато, так сказать, для всех есть вся документация, которая необходима. Я буду говорить, так сказать, непосредственно уже о конкретных бумагах, которые нужно собирать. Так сказать, собирать, взять, формулировать. Потому что без этого вас будут ловить на том, что вы не выполнили вот какие-то нормы трудового кодекса. А раз вы не выполнили, значит, вот ваши действия незаконны. А если вы все выполнили, ну вот он и есть. У них действия незаконны. Поэтому, к сожалению, тут рабочим приходится по пути бумаг. Самый трудный путь для рабочих, который с железом имеет дело. А вот он должен теперь сидеть, эти бумаги, эти договора. Например, есть такие вещи, которые даже в трудовом кодексе не записаны. А именно, что вот вы должны, когда вы забастовку делаете, уведомить о том, что у вас будет забастовка. Местный муниципалитет. Вот если вы его не уведомите, то будет сразу, так сказать, принято решение судом, куда обратиться работодателям. Что вы не выполнили одно из требований, и все, и закрыли вашу забастовку. Или вы не заключили договор с работодателем и не составили перечень работ, которые будут выполняться в ходе забастовки. Обязательно. Например, есть радиоактивные материалы, привезли на пароходе, так сказать, на теплоходе. Так, есть лекарства, которые немедленно нужны, чтобы они поступили в больницу и так далее. А у вас нет этого документа. Раз, вашу забастовку тоже самое раз закрывать. То есть, как много способов, так сказать, ее начать, а и способов закрыть тоже ее очень много. Поэтому требуется тут такая скрупулезность в этом деле, чтобы вас никто бумажно не поймал. Поэтому я хочу еще раз повторить, что все бумажки здесь есть. А по сути дела, что такое собой представляет забастовка? Забастовка представляет собой выражение того, что вы живете не при крепостничестве и не при рабовладении. Потому что если я живу при рабовладении, так, и вот Виктор Иванович не просто руководитель этого семинара, а вот мой рабовладелец, то, так сказать, он может мне слово дать, а может и фиг его башка в любой момент. Правильно? Почему? Потому что раб – это человек, который никаких прав, вообще никаких не имеет. И сколько бы там он, этот раб, не выступал, я требую права на жизнь. Ну, можете требовать его, а жизни у тебя не будет. И когда между собой на форуме два порядка игры для рабовладелецов сражались, ну, они или вот так поставят, это значит, не надо убивать их. Вот если так поставят, то тот, кто выиграл, должен убить того, у кого он выиграл. И так далее. В крепостное право гражданской свободы стало больше. Нельзя было убить. Убивали, конечно, но это нехорошо было. Нехорошо. Тех помещиков, которые кого-то убивали, как-то особенно не преследовали. Но это, так сказать, в законе не было. А вот когда уже наступил капитализм, то, так сказать, при том, что у нас администрация сейчас, особенно сейчас такой зверский капитализм, когда вот после социализма, он такой-то со злостью, потому что они вот сколько уже было, сколько времени был социализм, они все мучились. И вот они опять пришли, или новенькие появились, и хотят зверствовать так же, а у них не получается, потому что вот, между прочим, существует определенная инерция, уже и привыкли люди, есть какие-то у них привычки, какие-то права требовать. Ну, вот, например, вот то, что я сказал насчет выплаты зарплаты, как только вот это в трудовый кодекс вошло, ну, нету такого процесса, чтобы вот не выплачивали вообще зарплату. Они вам просто маленькую сделают, а выплатить должны. Потому что, да вы можете не выплачивать, я сижу вот, сижу, и вот эту книгу буду читать, демонстративно. Или капитал возьму, потому что чем, ну, они там много, а у меня три тома капитала, я три тома капитала долго могу читать. Сидеть прямо на своем рабочем месте, читать. Красота. И зарплату мне потом выплатят все равно. Единственный пункт, по которому есть уголовная ответственность за нарушение закона трудового кодекса, это невыплата зарплаты. И я знаю единственный тоже факт, когда привлекли к уголовной ответственности за невыплату зарплаты тех работодателей, которые не выплатили зарплаты работникам, строителям космодрома в Плесецке. Вот, так сказать, их там уголовно наказали. То есть это есть в законе, но, так сказать, это такая тоже редкость. А так все нормы трудового кодекса, они носят характер, ну, дескать, провозглашения прав. У вас есть право. А если вы этим правом не дали вам воспользоваться, боритесь. Вы же свободный человек. Вы же свободный. Вы, так сказать, продали свою рабочую силу, но себя-то вы не продали. Вы продали свою способность труду. Раз вы продали способность труду, вот в течение рабочего дня он может пользоваться, не нарукая никаких законов. Надо сказать, что это вот, скажем, документ, который представляет собой посудие для тех, кто борется за соблюдение прав работников и за организацию коллективных трудовых споров и так далее. А что касается трудового кодекса, основная масса рабочих или работников вообще не читает этот трудовой кодекс. А если вдруг вздумать, заняться этим вопросом, ведут магазин, покупают вот такой толщины руководства, которое написали люди, которые с исключительно одной целью получить деньги за эту публикацию, поскольку это, ну, коллеги по праву, у меня есть ученые звания, профессор по кафедре экономики и права, я этих как глупленных знаю, они деньги очень любят, и все юристы, они все вам помочь, но это будет стоить и так далее. Кругло. Да, кругло будет. Поэтому, а уж трудовой кодекс, ну, он вот такой же по объему, прочитать его можно, не читают. А раз не читают, то, так сказать, не ведут себя, как люди, которые живут при капитализме, где свобода. Ну, свобода для кого? Для того, в том числе, который знает закон. Если вы законы не знаете, ну, какая может быть свобода? Никакой не может быть свободы. С вами творят все, что угодно, и причем распоясываются работодатели, потому что они чувствуют, что народ не читает, не пользуется, не знает и так далее. Вот. А я сегодня хотел бы обратить внимание, товарищи, поскольку мы эту тему так или иначе уже обсуждали и не раз, на то, что существует вот такая очень большая связь между правами и вот этой самой деятельностью по заключению коллективного договора. Что такое коллективный договор с точки зрения правовой? Это он означает, что вы можете изменить, улучшить законы по сравнению с тем, что есть там любые законы России, которые так или иначе регулируют трудовые отношения, в том числе и трудовой кодекс, для своего предприятия на срок три года. Вот если вы договорились, все, вы живете припеваючи, ну, как докеры у них. У них там и это должны делать, и это, и вот даже написано, сколько должно быть, поскольку они в холоде работают, значит, у них есть помещение для обогрева, когда и при какой температуре есть приложение к коллективному договору, когда, кстати, у нас экземпляжи даже есть только коллективный договор, когда, при какой температуре они останавливают работу летом, ну, чтобы не упасть замертво, потому что бывает 25 и 30 градусов и так далее. То есть, все, так сказать, можно тут описать и изобразить, если этим заниматься. То есть, коллективный договор в этом отношении, это способ сделать себе права более благоприятные, чем на других предприятиях. Ничего плохого в этом нет, потому что, скажем, ну, а вы сделаете тоже, мы уже сделали, вы сделаете, и кто-то должен показать пример, а другие могут воспользоваться опытом. Поэтому тут именно так и надо. Надо кому-то быть первопроходцем, вот те же самые докеры-первопроходцы они сделали, поскольку они мучились с этими забастовками, все тут написано, каждая бумажка показана, которая должна быть, без которой вы, сказать, не проведете. Там, скажем, такая, например, ситуация, что вы можете объявить забастовку, провести процедуру и работать. А работать зачем? Чтобы зарплату получать. А вы можете не работать во время забастовки, но зарплату вам не обязаны платить. А если вы работаете во время забастовки, то зарплату получаете. И вот на втором районе начальник был очень злобный в порту, он подходил вот так вот, сидите или работаете, или в обеденный перерыв. Ты работаешь? Одни говорят, да, работаю. А другой, ты работаешь, нет, я не работаю, я забастовки. Не знали, что это. А все работают, как обычно. Но раз во время забастовки действует забастовочный комитет, кто выше, забастовочный комитет или директор. Мне рассказывал один товарищ, наш товарищ из РПР, из оборонного завода в Нижнем Новгороде. Во время забастовки Сенков его зовут. Сокий, такой большой, токарь. Представитель КГБ, ФСБ. Вы сегодня, у вас что сегодня? У нас сегодня запастовка. Законная? Законная. А директора думают ее не пускать? Нет, директора будем пускать. То есть тут грамотный ФСБ и грамотный председатель с точком. Вот и все. То есть сделайте себе условия, какие вам нравятся, и живите в этих условиях. Единственное, что все законы они как бы навечно принимаются, до того, как их не изменят, ухудшат или улучшат. А вот коллективный договор то есть который расширяет ваши права и который письменно существует, он существует не более трех лет. Это значит вам через год, после того, как у вас новый коллективный договор вступил в действие, надо начинать что делать? Готовить уже готовить вовсю новый коллективный договор. В нем учитывать то, что вам нужно. А чем вы можете добиться? Как вы можете добиться, чтобы это было сделано? Ну, понятно, что вы будете процедуру соблюдать, первое, что нужно сделать, это выполнить ту норму Трудового кодекса, который говорит, что во время введения коллективных переговоров их участники, если там выставлены требования, приняты соответствующие решения соответствующим органам, профсоюзным комитетом или конференцией. Значит, освобождаются участники переговоров при введении трудового спора от работы на срок до трех месяцев. Вот вы, так сказать, токарь, три месяца ходите, раз в неделю выходите на переговоры, два часа с администрацией, остальное время, остальное вы ходите по бригадам. Так нужно организовать рабочее, как вы организовываете, когда вы должны стоять у станка и отучиться на 15 минут только можете, а так вы можете уйти и ходить целую неделю во время забастовки. Поэтому забастовка это великое дело, которое позволяет упрощить свой коллективный договор и на следующий раз получить коллективный договор еще более хороший, чем у вас был. То есть, если вы один раз вылезли, вышли на этот уровень встали на эту ступень, вы дальше будете подниматься. Но иногда бывает несовпадение. То есть, вот старый колдоговор закончился, а новый через месяц поступит. По колдоговору у докеров нужно было во время дождя, холод, не брезентовый плащ, а шерстяной плащ. И не какие-то там эти самые непонятные башмаки, а вот специальные, которые теплые и так далее. То есть, все те условия, которые были в коллективном договоре, они раз, пропали. Через месяц снова вошел в действие новый коллективный договор, а опять все, брезентов. То есть, я вот, так сказать, пришел на новую смену, на ночную время, мокрый снял, плащ одевал, а тут нету, отдельно, отдельно, значит, те, которые сушатся, а есть отдельно сухой, и только сухой может даваться работнику, который идет на работу и так далее. Вот. Значит, а в чем связь между этим самым коллективным договором и забастовкой? А связь в том, что, как правило, хороший коллективный договор без забастовки не заключишь. Ну, я вас убеждаю, убеждаю, вы начальник, я дурак. А вы, кто начальник? Вы начальник, я не согласен, и все. А мы там коллектив, у нас коллектив, мы собрали, у нас большинство, и так далее, и вот мы пришли, и нас освободили от работы, три месяца мы с вами разговариваем, потом нас, так сказать, уже с Виктором Ивановичем сказали, все, три месяца кончились, а мы вот этих еще трех, теперь на следующий три месяца, и так тоже, до бесконечности. А ничего не делается. Вот поэтому, когда вы замечаете, что администрация не собирается договариваться, хорошо, тогда мы выставляем требования. Это уже нету никаких договоренностей, требования какие хотите, такие выставляйте. И никто не может вам сказать, что требования, но они не должны противоречить закону. Например, 125-я статья Трудового кодекса, или 130-я статья, говорит, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. Ну, как вы считаете, она выполняется? Выполняется. А почему она выполняется? А потому что никто не требует. Все требуют индексации. Что такое индексация? Индексация – это выведение вашей реальной зарплаты на тот уровень, который был в прошлом году. То есть, как только вы получили этот уровень зарплаты снова, в связи с повышением цен реальная зарплата у вас вот так идет. Рисую график. Потом раз вы опять в начале года встряхнули администрацию, повысили, снова, индексацию сделали. Просим, главное, индексацию. почему не просят повышение уровня реального содержания зарплаты? Если написано в статье государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты, им показываешь статью, вот эту, 130-ю, они идут в 134-ю, где написано просто общий разговор. Ничего никому, никого, ни к чему не обязывают. Поэтому сказать, что вот нам не дают, ну так вы брать не хотите, так вы читайте, но это не такая уж большая книга, потолчение вот такая. Прочитайте и требуйте то, что положено. Потому что государство гарантирует, это значит, что ваши требования справедливы и законны, больше ничего. Только по одной статье по невыплате зарплаты есть уголовная ответственность за положение Трудного кодекса, за неуполнение положения Трудового кодекса. По другим статьям нету такого. А чем она поддерживается? Организации рабочих. Вам право дали? Ну и отставите их. Требуйте, пишите в прокуратуру, что хотите, пишите президенту, требуйте снять вашего директора, что хотите, делайте. Никто вам не... Ну если вы не будете делать, а уж тем более в коллективный договор, то, что написано в Трудовом кодексе, можно же вставить? Раз там написано повышение уровня реального содержания, на сколько будете повышать зарплату? Вы на сколько хотите? На 10? Пишите 10. На 20? Пишите 20. На 30? Пишите 30. Но за 30 труднее будет бороться. А вот в принципе то же самое, потому что все равно будут сопротивляться. Потому что сломить это сопротивление можно будет во время забастовки. Теперь забастовки. Забастовки бывают проводимые по закону и ненарушающие законы, скажем так, я бы сказал. А ненарушающие законы такие. Вот у нас сейчас мы с Виктором Ивановичем проводим вот тут семинар. Потом мы решили сделать забастовку. Но не по закону, а просто незапрещенную закону. Я закрываю рот и он молчит как ни в чем не бывало как будто бы я продолжаю говорить и не требует от меня чтобы я продолжал. Вот пожалуйста пошла забастовка. Я предлагаю закончить забастовку. И парня. Кто мешает этому делу? Приходят работники, ничего не требуют. Они до этого требовали. Они прекрасно знают что им надо повысить зарплату. Вот ужасные условия. Убрать эту грязь. Так теперь охрана труда не обеспечена. Есть люди которые травмированы и так далее. Запыленность и загазованность приходят из литейных цехов вот такие и не парняют. Поэтому вы ничего не требуете. Вы приходите и сидите на работе. А вы что делаете? Ничего чужо. А работать будете? Спросите меня буду я работать? Спросите. Будете работать? Обязательно. Ищу дальше. Вы тоже будете спрашивать? Спрашивайте. Будете работать? Обязательно. А когда будете работать? А когда зарплату привезут. Потому что я не обязан работать до выплаты зарплаты. читайте соответствующие статью. Ну и все. Читайте. А так я сижу и жду. Жду когда выплатят. Так не привезут. А по-моему привезут. Можете себе представить? Привезли. Поехали. Поехали. В банк набрали. Привезли. Будете работать? Да. Все. Сейчас вот зарплату получу и тогда пойду работать. Сейчас пойду денежки получу. Теперь прихожу с хорошим настроением. Я же вам обещал. И вам обещал. Все. Идет. Хорошо. Ничего не требуют. Не надо ничего требовать. Хотя вроде забастовка это выдвижение требований. Ну что вы двигаетесь сколько раз уже разговаривали на эту тему. Вот. То есть для этого ничего не надо делать. Есть такой способ что вы никакую процедуру не проходите. Процедура расписана в трудовом консусе. Что как делать оформлять и так далее. Единственного чего там нету там например когда перед забастовкой нужно обязательно уведомить муниципальный орган о том что на его территории будет забастовка. Если вы это не выполните администрация в суд подаст и вам забастовку признают незаконной. И ничего в кодексе на эту тему не записано. Ну вот мы просто это знаем из опыта. Поэтому обязательно придете они обычно вот чувствуют что будут сейчас приходить и прячутся эти самые районные администрации. А вы приходите внезапно раз и сообщая и бумажку им о том что у нас будет вот какого-то дня забастовка. Чтобы судом нельзя было закрыть. Вот поэтому значит есть и такой способ организации забастовки когда вы ничего никакую процедуру не проводите она расписана вся процедура вот здесь например и процедура вся расписана и в трудовом кодексе. Вы ничего не делаете а просто останавливаете работу и все. Ничего не требуете. Все требуются они знают чего надо делать ничего не работаете и сидите и работаете ничего не делаете. И что администрация подает суд и суд принимает у нас какое государство какого класса вот оно и принимает какого чью сторону оно возьмет вот и все вот пожалуйста а мы не сомневаемся мы не сомневаемся поэтому мы сидим все спокойно и не работаем значит по закону проводимые проводящие забастовку должны приступить к работе на следующий день после получения решения суда и тут вот сейчас заходит товарищ и говорит где у вас тут забастовочный комитет треклятый не знаете вы не знаете где забастовочный комитет Тюлькин не забастовочный комитет нет где они где забастовочный комитет надо вручить вот бумагу о том что может там вот там может он в подвале а другой может на крыше кто-то ну а кто приходит кто приходит приходит гонец то есть какой-то работник при суде который ходит разносит бумажки он время 16 часов пошел домой завтра приходит опять та же самая история ну где скрывается ваш этот самый у вас его нету вы не обязаны организовывать то есть если вы по закону как организовываться по праву забастовка это да а это стихийная забастовка ну вот вам не хочется работать хоть умри правильно за такую зарплату и мне не хочется и ему не хочется и Степан Сергеевича не хочется мы взяли остановили работу и все ну не хочется а надо надо но не хочется а когда начнете еще не знаем может быть когда зарплату привезут ну и то не знаем может уже надоест так что вообще не захочется короче говоря уходит неделю этот приступ судебный ему-то это не надо он же тут разделение труда порабощающего человека присутствует он так сказать получил задание судья-то не пойдет судебный пристав судебный пристав пришел бумажку некому вручать а раз не вручать после вручения вы обязаны приступить а вам вручили нет ну раз вы не вручили вы не обязаны приступать к работе и все поэтому и решение суда невозможно выполнить привозят деньги вдруг и все и все заработало но это тот тот уровень который есть а уж если вы требуете больше зарплаты ну тут надо выставлять требования соответствующие поэтому очень важно выработать требования чтобы изойти требования если они очень слабые большинство вы не добьетесь ну кто будет за копейки за гроши заниматься этой канительной забастовкой никто не будет из рабочих ну дать их чтобы там на 25 процентов или на 30 повысить зарплату это много или мало но если у нас 18 процентов только ставка рефинансирования это значит гарантия что инфляция будет больше чем 18 процентов почему а потому что по этой ставке коммерческие банки берут крупные а потом они могут уже давать и другим поэтому вот в такой ситуации в такой ситуации конечно надо чтобы какие-то требования были достаточно весомые потому что если вы хотите собрать работников но если на 5 процентов вы хотите выставать за 5 процентов да не подниматься рабочие за 5 процентов а за 25 до 25 это уже тянет на четверть правильно зарплаты но учитывая что у нас инфляция больше 18 процентов сейчас правильно больше 18 25 процентов это мало поэтому вот эта вот дикая инфляция она все так сказать портит поэтому как-то требовать там 18 процентов вы останетесь при своих купить вы сможете на эти большие деньги ровно столько сколько вы покупали в январе прошлого года поэтому требования должны быть с учетом инфляции сразу раз если вы хотите 15 процентов плюс 18 33 и так далее требования очень если не будет требования достаточно серьезных не заберете больше половины а вам надо собрать больше половины работников или больше половины членов профсоюза если у вас профсоюз больше половины работников тогда достаточно будет больше половины членов профсоюза проголосовать на конференции и все ну отсюда вывод что работать надо с большинством получать это большинство. А если большинство не получено, мы не можем работать, людям объяснять эти вещи. Трудно, кстати, объяснить, что нужно не просто требовать индексации. А индексация, вы знаете, наверное, про Сизифов труд. В чем труд Сизифов? Он за камень закатывал на гору. И потом, вот когда он закатит, этот камень скатывался. Он потом снова. И так всю жизнь. И так у нас рабочие работают сейчас. Правильно? То есть они вот сейчас вам повысили на 15%, к примеру, зарплаты, или на 10. А за год на 18%, или 19%, или 20%, или 30% выросли цены. Причем цены ведь не растут. Это не растения. Цены повышают. И повышают их работодатели. И работодатели, и государство работодателей это покрывает. Хотя в соответствующей статье записано, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. А чем гарантирует? А не тем. А это значит, что если вы будете требовать повышения уровня реального содержания, ваше требование не только справедливо, но и законно. Вот это вот вам в помощь. Раньше в помощь было, а сейчас в торговой кодекс. Бьете, и, так сказать, вот в помощь можно это делать. Еще есть всякие подвохи. Во время забастовки нужно, так сказать, обеспечивать работу некоторых объектов, предприятий и так далее. Ну, объекты, военные, раз, так сказать, потом атомные какие-то. Если вы не выполняете требования, которые нужны, что-нибудь рванет, и кто будет виноват? Вот это профсоюзный комитет, вас в тюрьму всех посадят. И так далее. Лекарства везут. Вот, так сказать, вот докеры забастовали, пришел этот теплоход, корабль, который привез лекарства, они в интеллине работы. Нет, они обязаны перед началом забастовки, которые законно прошли всю процедуру, выполняли все требования, были все необходимые споры, и перемирительная комиссия была, и арбитраж, и так далее. Все это проходили, но во время забастовки вы обязаны вот это соблюдать. То есть, медикаменты, будьте добры. Ну, докеры дальше пошли. Они во время забастовки начали обучать приемам дзюдо, айкидо, но они все равно не работают. Вот в спортзал, и, значит, все обучали. И всем единоборством. А зачем, говорит, бригады, каждая бригада, это отряд, охрана порядка. И все, значит, это изучают. А зачем вы это делаете? Ну, мало ли, если во время кто-нибудь удачат что-нибудь, будем им отвечать. Или подождет. Охрана нужна во время забастовки, а кто должен охранять имущество работодателя? Работники? Рабочая милиция. Рабочая милиция. Вот, рабочая милиция, да. Вот, пожалуйста, будьте добры. Договорились с милицией, чтобы те им учебу проводили. Ну, а я, поскольку консультантом был у докеров, ну, я поучаствовал, меня поучили, так сказать, побольше пострелять из пистолета, а то я как-то мало стрелял и не попадал. А после того, как я вот там побывал на этом обучении, уже я все пристрелял. И хоть стал знать, что это под яблочко или по центру идет. Так что свобода колосса, это все по закону. А почему? Что является выражением? Это выражение того, что капитализм – это не феодализм. Вот, если я ваш помещик, то, конечно, убить я вас, ну, могу, меня не сильно накажут, но не имею права. А вот бить сколько угодно. Вчерашний день, в часу шестом, пошел я на сильную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Это и воспитывают, то есть это воспитание. То есть вы можете, если вы помещик, его товар сидит, что-то записывает, чтобы он не записывал в следующий раз, вы можете его отправить туда, пусть его там повоспитывают, потом он к вам придет, как шелтый. А у нас капитализм – это большой скачок. Формально все свободны. Ну, формально. То есть если вы не организовались для этой самой своей свободы, то есть не организовали, все это разрешено. Все, о чем я сейчас говорю, и все это записано в законе, все это вы делаете по закону, ничего не нарушаете. Ну, нет, будете бороться, все получите, не будете бороться. Ну, понятно, власть вы не получите, а вот коллективный договор – это закон на три года. Надо все время, только этот, получили коллективный договор, начинайте новый цикл, опять готовясь еще лучше, и снова, и так далее, и все время. И таким образом вы будете управлять своим существованием. И, так сказать, создадите основу для дальнейшего. Теперь дальше. Те органы, которые создаются, как по представительству, от забастовочных комитетов, как называется? Советы. А? Советы. Советы. Ну, вот, создаются советы. Вам кто-нибудь запрещает создавать советы? Никто. Кто не создал? Кто еще не создали советы? Так давай, а к чему? Давайте создавать. Ну, кто-то мешает создавать советы? Запрещено? Нет. Формально нет, но фактически будут наниматься какие-нибудь. И фактически никто не мешает. В одной, советы были в пятом году уже образованы. Что такое вот Ивановский совет? Это были забастовочные комитеты. Они, каждый со своим предприятием, на своем предприятии со своим хозяином боролись. А нельзя всем вместе со всеми хозяевами бороться, город одного? Вот они решили это сделать коллективно. И вот это вот собрание представителей забастовочных комитетов это было открытие советов. Нам кто-нибудь запрещает делать советы? Нет. Советы были при капитализме или при феодализме созданы впервые? При капитализме. Ну, что-то мы, это вы воздвиги, ну-то прямо. В каком капитализме? Царе. Ну, у нас царька царет. Царя когда не стало? В каком году? В 17-м. А советы первые когда были? В 17-м. Ну, уже капитализм, капиталистические отношения в России развивались тогда. Не развивались, но у нас феодализм был. Государство было феодальное. Государство. Государство. Каждый был феодал. Правящий класс какой был? Это капиталисты боролись вместе с нами за буржуазную революцию в феврале 17-го года. И буржуазная революция, вон, сколько там жертв. А социалистической вообще жертв нет никаких. Вот. Кто-нибудь мешает нам создавать советы? Нет. А почему не создаете? Значит, советы были созданы в 5-м году. Руководил Московский совет вооруженным восстанием в городе Москва. Потом, как вы знаете, советы возникли уже снова, в новом виде, где? В крупнейших городах в 17-м году. Первый съезд советов был при капитализме или при социализме? При капитализме. А? А вот у нас есть сейчас Кадетская линия называется. Вот эта Кадетская линия, ее раньше съездовская называли. Знаете почему? Потому что там был съезд, первый съезд советов, на котором присутствовал Ленин. И там Ленин был в глубоком меньшинстве на этом первом съезде советов. И вот и когда говорят, что вот выступал меньшевик и говорил, нет такой партии, которая бы сейчас могла взять в власть. А Ленин встал и говорит, есть такая партия. Так было сказано на первом съезде советов. Первый съезд советов прошел в каком обществе? В буржуазном. Мы живем в буржуазном обществе. А что не делаете советы? Не знаю. Но если человек не использует свои права, какие права есть, есть. Вам кто не запрещает? Никто не запрещает. Вот проводим мы заседание Российского комитета рабочих. Вот думаем, что надо бы его переименовать. Это уже вполне нам заслуживает того, чтобы называть Российский совет рабочих. Почему? Потому что там диригирование по пять, от пяти человек одного нужно обязательно. А если будет уже будет в разных городах, тогда уже будет не Российский совет рабочих, а съезд советов рабочих России. Пожалуйста. Кто-нибудь запрещает? Нет. Ну, снимайте помещение, организовывайте и нет никаких разговоров. Здесь, в Ленинграде кто-нибудь запрещает, допустим, РК РФП создать совет. Кто не запрещает? Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы были вот эти самые забастовочные комитеты на предприятиях, потому что это основа. Если рабочие борются только тут за похлебку, и даже не за похлебку, а за то, чтобы вернуть утраченное в течение трех лет, все время они, как тот самый Сизиф, камень уже спустили вниз, они опять его закатывают наверх. Это максимум. И, так сказать, потом он скатывается снова вниз, потому что инфляция, так сказать, разогнана до такой степени, что мигом у вас выражается ваш заработный клад. четвертая, пятая часть, или целая треть у кого-то. Вот так происходит. То есть, если вот мы так будем смотреть на процесс забастовочной борьбы, организации забастовок в связи с советами, то это не две темы, как вот, казалось бы, это вот разные вопросы, это все одна тема. Рабочий класс должен организовываться в тех условиях, в которых он находится, потому что сила рабочего класса в организованности. Крестьянство так не может быть организован. Крестьянства сейчас уже и нету. Сейчас либо есть частные мелкие собственники, которые вот тоже опять неорганизованы, что-то на рынок привозят, либо там предприятия капиталистические, которые выращивают капусту, картошку, мясо и прочее, и прочее. То есть, у нас капитализм теперь везде, вот теперь после социализма. Но у нас не будем забывать особенность России в том, что здесь капитализм после социализма. Да, капитализм после социализма. Больше такое есть только в тех странах, которые построили социализм. Например, это тоже в Чехловакии есть, в Венгрии. Например, в Польше нет. Они никогда коллективизацию не проводили и даже не собирались. Поэтому они никогда социализм не построили. Поэтому ничего от них не ждите. Вот такая у нас с вами миссия. То есть, полная свобода для того, чтобы организовывать советы. Но когда будут советы, советы уже и сами додумаются до того, чтобы взять власть. А мы делаем то, что вполне законно в условиях капиталистического строя. это документ, который я оставляю Степану Сергеевичу. Можно изучать. Степан Сергеевич прислал письмо. Есть ли судебное решение удовлетворение требований повышения реального содержания зарплаты. А никто и не подает. Подают? А вот я не встречал. Дело в том, что я агитировал нашего товарища французова, чтобы он подавал на эту тему. Он подавал, но не в суд. Вот в суд не подавал. Все он требовал, государство туда направлял. А почему нет? Не знаю. Вот мне не попадались такие судебные решения. Надо, если есть такое, надо бы обнародовать, конечно, Степан Сергеевичу в газете было и рассказать об этом. это ценный опыт, который нужно использовать. Очень ценный. Ссылаешь на трудовые кодексы. а если нет, почему? Только потому, что люди свои права, какие у нас есть, не используют. Но если вы не будете использовать свои права, кто же будет за вас сражаться? Никто не будет. Освобождение рабочего класса, я сделал ружей. Нет, рабочего класса. Вопросы закончились. Есть записавшиеся на выступление товарищ Шмелев, Игорь Иванович, пожалуйста. Надо поблагодарить Михаила Васильевича за лекцию, конечно. Сначала добавлю немного по моменту о том, что в России нет крестьянства современного. Крестьянства в том смысле, в котором оно было в начале 20-го века, конечно, сейчас нет. У нас есть фермерство, то есть это крестьянство, производящее на рынок, и не для натурального потребления. То есть отношения между фермерами, они в каком-то смысле аналогичны тем, которые были между крестьянами. У нас есть и зажиточные фермеры, их можно сопоставить с кулаками, есть среднее фермерство, есть также бедные, у которых хозяйство едва существует. Но я это как бы в дополнение сказал, но основная мысль моя была в другом и по другому вопросу. Это Ленин вообще говорил, что для того, чтобы классовая борьба состоялась, чтобы произошла забастовка, чтобы она была эффективной, нужны в первую очередь энергичные действия рабочего класса, то есть массовые энергичные коллективные действия. Без этого, конечно, никакие рецепты не будут работать, если рабочие не хотят или не готовы идти до конца. Если взять с точки зрения индивидуальной психологии, то тут рабочий класс его можно условно подразделить на три категории. Первая категория это те, кто верят в буржуазии и не хотят бороться. Вторая, самая многочисленная, это те, кто уже не верят в буржуазии и не хотят или не готовы бороться. И третья, кто не верит и борется. То есть первая, она малочисленная, те, кто действительно верят в светлый рынок, в том, что они получат свой золотой билет в этой рыночной лотерее, что им золотые горы посыпятся на голову, если они будут работать 12 часов в сутки без выходных. Но, конечно, сегодня таких немного. Это очень маленькая часть, наиболее темные, забитые, запуганные, глупые люди. Основная масса это все-таки те, кто проявляет какой-то пессимизм. Они уже понимают, что буржуазия не пойдет ни на какие уступки, но они не верят в революцию, они не верят в то, что забастовки реально могут изменить их жизнь. И когда кто-то им предлагает бороться, они только отмахиваются и говорят, нет, не хотим. Вот это самая многочисленная часть. И другой полюс, она тоже малочисленная, это те, кто готов бороться. Это их можно найти сегодня в незамесимых профсоюзах, в МПРА, в защите, в профсоюзе жилинодорожников, в соцпроф. То есть, это те небольшие люди, крупицы общества рабочего класса, которые действительно уже готовы бороться, но в силу своей многочисленности они пока что мало что могут изменить в одиночестве. Поэтому нужно в первую очередь работать с вот этой вот широкой частью рабочего класса, которая проявляет пессимизм и направлять ее именно в русло классовой борьбы. А как это сделать? Просто рассказывать, что вот вы повысите там на 15% зарплату, это на самом деле маленький результат даст, потому что люди не готовы идти на какие-то жертвы определенные, там, жертвы личным временем, там, или даже работой, ради каких-то несущественных достижений. Людям нужно строить образ великого будущего, к которому они стремятся. Поэтому здесь я хотел добавить, что экономическую борьбу, о которой говорил Михаил Васильевич, ни в коем случае нельзя разрывать борьбой политической. И рабочим уже сейчас нужно как бы в первую очередь разоблачать антисоветские мифы про все, про это, про Голдомор, Катынь, Галоши, ГУЛАГ, вот это вот все, что накидывает буржуазия перед тем, как снова наступить насколько жизнь в Советском Союзе действительно была хороша, как люди получали большие блага от государства, как они могли жить по сравнению с сегодняшним днем, буквально пять лет постоять в очереди получить квартиру для семьи, это не сравнится с 25 годами ипотечной кабалы сегодня. То есть надо это объяснять людям, чтобы они действительно захотели в социализм. И вот когда они захотят в социализм попасть, тогда они будут и за коллективный договор бороться, и за повышение реального уровня заработанной платы. Все это они захотят делать. Пока они не просвещены в этом плане и даже в какой-то степени склоняются в сторону антисоветских мифов, естественно, поднять их на экономическую борьбу эффективно, массово, или тем более на создание советов, как и будущих органов диктатуры гуляториата, возможно, не представляется. Поэтому нужно строить образ коммунистического будущего для людей. Спасибо. Спасибо, Иван. Заключительное слово, Николай Васильевич. Я хочу поблагодарить всех товарищей, во-первых, за внимание, во-вторых, за реакцию. Конечно, с вами можно согласиться в главном. Но, так сказать, вы как бы предлагаете, предлагаете, но вы прекрасно понимаете, что эти предложения, если они изложены как предложения, будут пустым звуком. Если у людей не улучшается ни условия труда, ни заработная плата не повышается, если у них не будет успехов хоть в чем-нибудь. Поэтому для этого есть соответствующие формы. А формы существуют уже в условиях капитализма, и поэтому надо не просто замакиваться на социализм, дескать, мы его получим. Вы его получите после революции. А революция это очень острая классная борьба и требующая в том числе и жертв. Хотя вот наша революция жертв в общем-то таких больших непотреблений. Так получилось. Так получилось, что вот сейчас еще жертвы. Вот есть жертвы февральской революции, вот пожалуйста там целый пантеон гранитный создан. А где жертвы революции октябрьской? Нету? Вот. Поэтому призывать людей так сказать просто к светлому будущему социализму без дорожки это начает так сказать это какой-то светлый образ, но дороги к нему нет. А на самом деле дорога к нему через классовую борьбу. И если человек не может даже побороться за свою зарплату, он плохой борец со социализмом. Потому что он ждет, что какой-то кто-то ему принесет наблюдающийся золотой каемочкой социализм. И скажем социалистическая революция она потребует каких-то жертв. Я не обязательно это жертвую в том смысле, что люди погибнут, а в том смысле, что надо пожертвовать и временем, и силой. Ну скажем все члены архархуэцкой жертвуя своим временем для того, чтобы это приблизить. О чем вы говорите? Вы идите в партию тогда, вот что вот нагетировали много в партию, вы же всем обещаете социализм. Ну и как у вас здорово? Сколько миллионов? То есть вот вашу я эту самую линию принимаю, давайте. В чем дело? А то вы так ставите вопрос, как будто у нас равногласия есть. У нас нет равногласий, если есть люди. Мы все позитивно рассказываем про социализм. Если мы про что-то рассказываем, то обязательно позитивно про социализм. Но надо прекрасно понимать, что надо, чтобы не было разрыва, что социализм есть борьба. Или, как Ленин определял диктатуру пролетариата, не в великом почине, там где просто так, что это вот то, что рабочий класс должен руководить, а в детской болезни ливизны, в коммунизме. Диктатура пролетариата, это когда уже власть была, это упорная борьба, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, педагогическая и административная, насильственная и мирная против сил и традиций старого общества. Мы не только не должны рассказывать, как будет все здорово, а наоборот надо рассказывать. И при социализме, если вы вот так будете, как сейчас сидите, как лопухи, так сказать, вас эксплуатируют, а вы ничего не делаете, ваш социализм быстро загорится и тут же потухнет, как тот костер, в котором бумага сгорела, а сгибрюм это не позволяет, потому что в социализме есть классовая борьба, если коротко говорить, и в социализме есть диктатура пролетариата. Вот, я думаю, что это нас с вами и, впрочем, и соединяет, потому что здесь собрались те, которые наступают за диктатуру рабочего класса. А надо к ней идти уже сейчас. Спасибо, Михаил Васильевич. Значит, встречаемся следующий четверг, 10 октября. Тема о текущих проблемах организации профсоюзов медицинской отрасли расскажет председатель секции скорой медицинской помощи Межрадионального профсоюза действия Григорий Вячеславович Бобинов. У них там большие победы. Да? Вот, ухо, миллионы прямо сейчас. Спасибо, дорогие товарищи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова